Советы, которые помогут в решении многих жизненных вопросов. Не обижайтесь на тех, кто идет дальше по жизни. Все люди, которые приходят в нашу жизнь, приходят лишь на время. Никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед. А тот, кто отстал, считает, что его бросили. В таких ситуациях нет плохих и виноватых. Вы просто находитесь на разных уровнях и поэтому не можете проводить время вместе, как раньше. Извлекайте пользу из одиночества. Способность хорошо переносить одиночество – показатель духовной зрелости и силы. Слабые всегда жмутся к толпе. Все самое лучшее мы делаем тогда, когда находимся в одиночестве. А если настигла депрессия, то знайте, она дана для того, чтобы подумать о себе. Чтобы прислушаться к себе и услышать себя без посторонних помех. Никому ничего не доказывайте. Если вы хотите кому-то что-то доказать, значит, вы живете ради того, кому хотите это доказать. Если вы живете ради себя, то тогда нет необходимости кому-то что-то доказывать. Увольтесь с плохой для вас работы. Есть единственная уважительная причина по увольнению с работы – деградация и невозможность личностного роста в сложившихся условиях. Не избегайте врагов. С друзьями общаться приятно, а с врагами – полезно. Враги не будут вам врать и укажут на все уязвимые стороны. А если хотите узнать своего самого главного врага, посмотрите в зеркало. Справитесь с ним, справитесь и с остальными. Не будьте скромными. Лучше пострадать пять минут из-за неловкого момента, чем страдать всю жизнь из-за того, что не решились. Не скромничайте. Всем и так на вас все равно. По-настоящему людей заботят только их собственные проблемы. Так что, если хотите чего-то достичь, вам нужно заявить о себе. А когда будете действовать, помните следующее. Лучше просить прощения, чем разрешения. Будьте личностью. Есть много путей, чтобы стать личностью. Но есть один путь, чтобы стать никем – это желание понравиться и угодить всем. Всегда хорошо о себе думайте. Если человек ничего хорошего не может сказать о себе, а сказать хочется, он начинает говорить плохое о других. Тот, кто хорошо думает о себе, никогда не будет поливать грязью других. А если вы хорошо думаете о себе, то не будете нуждаться в том, чтобы кто-то еще хорошо думал о вас. Счастье – это побочный продукт правильно организованной деятельности. Как правильно организовать любую деятельность? Только через освоение новых знаний и повышение навыков. Хотите финансового достатка и счастливых отношений? Значит, нужно развиваться в этих направлениях. Субтитры создавал DimaTorzok